Ребят, чё, Ютуб стал быстрее работать? Как там, ускоряется всё? Всё нормально? Всем, кто смог открыть это видео, привет! Остальным соболезную, ребята! Просто на всякий случай хочу сказать. Если в РФ когда-нибудь заблокируется всё-таки Ютуб окончательно, я всё равно сюда буду снимать видеоролики. Ищите способы, гуглите и т.д. Так как смотрите, сейчас у нас будет быстренький расклад. Когда заблокируют у нас Ютуб, ребята, сейчас посмотрим. И заблокируют ли его вообще. Итак, первая карта. Дохлый мужик. Посмотрите, сколько интересных различных людей подпишут законопроект о том, что нужно будет заблокировать Ютуб. И вот он, собственно, лежит, отдыхает. Следующая карта. Нам придётся выбирать, где с вами встречаться, потому что кто-то всё равно не сможет смотреть ролики на Ютубе, видите? Бесконечно спытаемся понять, что же происходит в этом бренном мире. Например, подписаться, возможно, стоит на Телеграм, если вдруг когда-то мы с вами не сможем встретиться, там вы будете знать и понимать, что вообще в целом происходит с каналом, где будут выходить видеоролики и т.д. Ну и, конечно, у нас третья карта. Это борьба мочи с говном. Понимаете, как хотите это. Всем привет! С вами Приятный Ильда, ребята! Разблокируемся, разблокируемся. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Кто там? Это я, Андрей Супергей. Все на месте, все на базе, все живы. Ой, жесть какая. Да, короче, подписывайтесь, ребятки, на Телеграм. Вот, пожалуйста, где-то тут QR-коды, они вот по всему экрану. Пожалуйста, нажмите куда-нибудь. Ссылка в описании. Мой канал с галочкой. Галочка, ты сейчас умрёшь. Неприятный канал. Если вы потом натыкаетесь на какой-нибудь канал, где нет галочки, приятный дар разводит вас на деньги, не надо мне писать об этом в Инстаграме. Это делаю не я, вы сами идиоты. На это повелись. И потом плачете, Ильдар, вернее, деньги. Но мой канал с галочкой, я никого там не развожу на деньги, понимаете? Вот в чём прикол. И сейчас будет очень важная темка. Ребята, вот просто послушайте меня. Послушайте. Очень внимательно. Вы помните этого парня? Вот посмотрите на экран. Вы помните? Это два года назад я, кстати, был вот такой плюс-минус. Два года назад. И теперь вот такой. Или вот такой. Или вот такой. Я тогда прошёл непростой путь. Как человечек, который хавал и бухал бесконечно, ежедневно. И делал со своим телом, что хотел. До тела, на которое приятно всё-таки смотреть в зеркало, ну, скажем так, получше выглядеть стал точно. Согласитесь. Сейчас будет от меня личная рекомендация человека, эксперта, которого я очень сильно уважаю и искренне хочу, чтобы у неё всё получилось. А также этот человечек мой давний подписчик. Это Саша, фитнес-тренер. Человек с опытом больше 10 лет. Чемпионка соревнований по бодибилдингу. И тот, кто помог больше 2000 девушкам получить фигуру мечты. Постройнеть и накачать попу. Конечно же, боже. На экране вы сейчас видите результаты её учеников. Они абсолютно подтверждённые. Фотографии были сделаны не за счёт каких-то там волшебных таблеток, очевидно. Опертываний, прощений папы, там, вольбы, послания, вот эти вот энергии в космос. В общем, без всей этой инфо-цыганской чуши. О реальной работе над телом через научно доказанный подход. 14 августа у неё пройдёт небольшой бесплатный курс «Тело мечты». Объёмный и суперрезультативный, который поможет вам избавиться от отёков. Начать реально сжигать жир на руках, боках, спине, ну и на других частях тела. Проработать проблемные зоны типа целлюлита и складок на спине. Повысить мотивацию тренироваться и держать правильное питание. И всё это, конечно, без жёстких методов типа изнуряющих диет, которые, очевидно, потом даёт ещё больший плюс на весах. Без изнурительных тренировок, которые перегружают центральную нервную систему. Все тренировки можно будет выполнять дома. А для схем питания, которые даст Саша, не нужны дорогие продукты. И не нужно будет много времени на готовку. 4 объёмных урока. Несколько тренировок для дома. Плюс чат участников с ответами на вопросы от Саши. Старт 14 августа. 4 дня. Узнать подробнее и принять участие можно по QR-коду на экране, либо по ссылочке в описании. Пришло, наконец, время создать лучшую версию себя. Переходите, ребята. Ну, а мы начинаем. Сегодня мы будем смотреть удалённый выпуск мужского-женского, которого невозможно нигде найти, кроме как на Ютубе, в каком-то шакальном качестве 360p. Но так как у вас еле работает Ютуб, ребятки, вы и так не заметите разницу. Поэтому давайте смотреть с поднебесным выпуск. Погнали. Мужчины в жизни, чтобы он... Просто родился мужчина. Всё, уже не повезло. Уже должен, уже обязан. Уже нужно и букеты дарить, и на отдыхе возить. Уже вот такая судьба. Вот так возненавидел женщин. Ты знаешь, меня часто называют женоненавистником. Я категория... Александр Гарьевич. Низкий поклон. Я такой же. Мизогинист, женоненавистник, сексист. Ну, база лютая. Теоретически протестую. Подожди, и сексистом, да, но... Сегодня мы убедимся, что... Может быть, вы и правы. Но всё познаётся в сравнении. Это, кстати, хорошо сказано. Покупайте мерш. Ссылка в описании. На Вайлдберрид всё есть. И также у нас на сайте. Вот уже почти год Алексей Поднебесный не может спокойно ходить по улицам. Жителя Нижнего Новгорода за негативные высказывания в адрес женщин возненавидел весь город. Мужчина должен быть, как бы, иметь карьеру, иметь машину, иметь квартиру. Это факты, это факты. Она со своей стороны предлагает только ему секс. Всё. Но разборки с обиженными дамами... Это уже много, братан! А некоторые ещё манипулируют этим, уф. Три суда и визиты полиции не могут заставить Алексея замолчать. Я разрабатываю теорию, которая позволит человечеству сделать рывок, прогресс, сделать всех счастливых. Он заставит женщин работать так же, как мужчин. Путь к этому лежит через свободный секс. Когда женщины будут давать секс из-за сознания значимости секса, из-за сознания того, что мужчины... Я предлагаю не давать секс женщинам тоже тогда просто и всё. Будем на равных условиях. Это нужно. Он уверен, женщины должны изменить своё отношение к жизни и перестать пользоваться мужской щедростью. Свою точку зрения он доносит до общественности, не стесняясь выражения. Бесовой человек. Больной, бесовой, ненормальный человек. По-моему, он забавный. И он агрессивный, психически больной человек, который опасен для общества. Вот он через интернет себя считает сильным, имеющим почему-то какое-то право писать, оскорблять и унижать людей. Почему на самом деле Алексей так ненавидит женщин? Какие тайны прошлого он пытается скрыть ото всех? И правда ли, что обидевшись на женщин, он навсегда отказался... Там что-то с мамой, я говорю как профессиональный психотерапевт. ...от секса. Сегодня в нашей студии Алексей Поднебесный. Всё, что здесь прозвучало, не имеет ко мне никакого отношения. Хорошо, а зачем вы приехали к нам на программу и с чем? Как раз опровергнуть вот ту ложь и клевету, которую распространяют. Во-первых, за всю свою жизнь... Да, во-первых, Алексей Поднебесный выглядит невероятно стильно. Он будто бы один из каких-то участников бойз-бенда Битлз. Я не сильно в этом разбираюсь, но на кого-то он точно похож. В жизни я не проявил ни малейшей агрессии по отношению... Единственное, что я вот порекомендовал бы Алексею, наверное, над прикусом поработать. У него явно вот выпирает эта челюсть вперёд. С другой стороны, он так похож, вот с такого ракурса на... Боже, из Гриффинов. Как же его... Квагмайра. Всё, я понял. На Квагмайра он похож. Правда, получается, Квагмайр у нас антагонист. У него было слишком много секса. К женщинам. Ну, это такая русская интерпретация. Угу. Я за всю свою жизнь ни разу не покусился ни на одну женщину. За последние годы... Ну, на Юльку-то захотелось наброситься, потому что мне... Ну, ой-ой-ой-ой-ой. Вы просто свинья, вот и всё. Фильдар, следи за словами. У меня обрушилось такое количество травли, клеветы, гнобления. Люди... Со стороны женщины именно. Со стороны женщины и... Ты мой сладкий. Их боевых оленей, которые поддерживают. А что просто так, женщины-то на вас накинулись вот ни за что? Не просто так, они накинули... Не секса хотели просто от него. Поднебесный уже отбивался. Без меня за то, что я говорю правду о женщинах. Так и расскажите эту правду. Скажите мне, может быть, я тоже накинуюсь. И я готов её рассказать. Возможно, но... Да? Дело в том, что мужчины, они угнетены в современном мире. В современном мире мы живём при диктатуре матриархата. Я говорю об идеальном будущем, о построении идеального будущего. То есть вы не можете сейчас привести пример из истории? Не было такой... А идеальное будущее-то что? То есть когда секс будет доступен для всех? Что значит для... Братанчик, можешь просто переехать в любую деревню. Там секс настолько даже чересчур доступен. Блядь. Судя по всем выпускам МЖ, что мы смотрели. Для всех мужчин. А это что женщины должны сделать-то? Я пытаюсь... Ну может только по-русски. А не давать секс из-за сознания того, что секс мужчинам необходим для полноценного физического, психического развития. Просто подождите, давайте без вот этих громких слов, пожалуйста. Независимо от их внешности. Это по-русски. Вот я иду по улице, вы ко мне подходите и говорите. Давай секс. Я говорю, давай, конечно, потому что тебе надо. Так? Ну, вы, конечно, утрируете. Не, ну... Но механизм в целом такой. Алексей, ну я могу сказать, что в целом все так и происходит, будто бы. Только надо, ну, может быть, микро какие-то усилия приложить, да. То есть, ну, типа, открыть рот, сказать «Привет!». Девушка говорит «Привет!». И вот тут вы понимаете, что вы уже, в принципе, сошлись, и дальше можно уже что-то делать. Просто мне кажется, будто бы женщины тоже как-то, ну, секса хотят. Нет? Типа, они тоже хотят сексом заниматься. Тут уже немножко другая темка, что кто-то более привлекательный, кто-то менее привлекательный. И это уже генетическая лотерея, очевидно. Но, в любом случае, в современном мире можно все исправить в целом. Ой, такое. Мы скомпилировали некоторые ваши убеждения гораздо... Ой, ребята, у меня сел что-то, кто-то... ...более радикальные, чем те, которые вы сейчас в студии высказываете. Для того, чтобы продолжить разговор. Посмотрим. Сейчас женщины уничтожают мужчин. Они считают, что мужчины — это существа низшей расы. Это просто стремление унизить. Стремление... Алексей, ну, я считаю, что, наверное, не все женщины такие. Я в целом понимаю, наверное, о чем он говорит. Что сейчас вот такая, знаете, культура потребления. Девчонки... Многие смотрят вот в Инстаграме на эту лакшери жизнь. На то, как какие-то девчонки постоянно путешествуют. Там, знаете, попивают коктейльчики. Тусуются на яхтах. И все крутится вокруг материального, понимаете. Ну, не все такие, очевидно. Ну, и вы должны понимать, что большинство в целом вот этих всех фотографий — это лютый скам, фейк. И в большинстве случаев эти девчонки потом переживают глубочайший кризис. Потому что вот это вот, знаете, молодое время уходит. В голове ничего нету, за плечами ничего нету, развития никакого нету. И вот мужички, которые обычно все это оплачивают, да, они на самом деле еще такие достаточно обрюзгшие. Просто заменяют потом этих девчонок на более молодых. И получается вот такой, знаете, небольшой круговой конвейер. Поэтому я, конечно, придерживаюсь того, что лучше каждый человек будет самодостаточным. И для того, чтобы, например, построить там счастливые какие-то отношения, каждый должен чувствовать себя человеком. Каждый должен быть независим друг от друга. То есть не строить отношения из разряда, там, я ищу на себе кухарку, домработницу, я ищу кошелек, а я ищу себе партнера по жизни, с которым будет интересно, классно, весело и т.д. Не растоптать, уничтожить мужское человеческое достоинство. Матриархат победил, мы живем в матриархате. Тот факт, что ты девочка, делает тебя супергероем. Ты обладаешь суперсверхспособностями. Ты можешь вообще не работать, тебе... Это его абсолютно субъективное мнение, я считаю. Он имеет на него право. Тут важно, кем ты себя окружаешь. Разные люди бывают. Есть мужики, которые 24 на 7 пользуются там девчонками. Есть девчонки, которые пользуются этими мужиками. Есть адекватные люди. Он так, знаете, категорично, конечно, смотрит на все это. Парни принесут все, что ты захочешь, любые деньги, ради доступа к твоей пи***е, грубо говоря. Такое тоже есть, 100%. Я согласен здесь с ним. Но для того, чтобы... Но все зависит просто от того, кем ты себя окружаешь. Чтобы получить секс с тобой. Тебе не нужно работать... Видимо, он столкнулся несколько раз с подобными женщинами, ну и как бы стало ему грустно. Благодаря своей пи***е она получит абсолютно все просто так от мужиков, которые будут ей давать вот эти деньги ради доступа к сексу. Вы знаете, я часто натыкаюсь в ТикТоке на различные видосы, там, где у девчонок спрашивают, сколько должен зарабатывать ваш парень, кто должен платить на свидание. Я на это смотрю исключительно, ну, как на какое-то развлечение. Это моя любимая темка, когда вот девчонки мечтают, там, парень должен зарабатывать, 20 тысяч долларов в секунду, по факту она, не знаю, дай бог, работает в кофейне, или, не знаю, что-либо вообще делает. Это, конечно, прикольно и интересно, и все остальное, но, как правило, парни, которые... и мужчины вообще в целом, которые столько зарабатывают, они просто, ну, не пересекутся. Оно такое бывает, знаете, как в этих русских сериалах, когда простая селяночка приехала в Москву, пошла в клуб, и на нее обратил внимание миллиардер. Просто помните, девчонки, что 95% мужиков, да, там, они работают на обычных работах. Ну, типа, сварщик, грузчик, механик, механизатор. У этих что, мужиков не должно быть секса? Должно быть. И они встречаются с такими. Ну, помечтать-то не вредно, понимаете? Я тоже хочу с Меган Фокс встречаться или Марго Робби, блять. Ну, и что? Вот это мой идеал красоты. Марго Робби. Хочу такую. Будет ли у меня такая? Вряд ли. Но помечтать я могу об этом. Ну, вот, в первую очередь, как раз вот эти альфачи, которым, так сказать, завидовать совершенно нечего. Вот все это видео я рассказываю для чего? Для того, чтобы вы поняли. Мы живем в матриархате, и женщина – это властелинши этого мира. А мужчина – это угнетенные. Если тебе хочется так думать и считать, имеешь полное право. А можно не быть в системе, братан. Подумай над этим. Они лишены всех прав. За эти убеждения вас преследуют. Да, уже состоялся приговор. Я был осужден за экстремизм в отношении женщин. Апелляция этот приговор отменила. Сейчас направлено дело на повторное рассмотрение. Причем тому же самому судье, который рассматривает. Странная темка. Женщина – судья, это же его мнение. Что такого он сказал, я даже не знаю. Первый раз, я считаю, это просто плевок. Это обычная практика. Вот, и ожидаем нового суда. Раз мы признались, вернее, вы признались, что подобной формации на Земле еще не было, вы только мечтаете о ней, вас можно назвать утопистом, верно ли? Да, я согласен, что я утопист. То есть вы предлагаете буквально давать секс мужчине в тот момент, когда это нужно мужчине. Александр Горич такой, я, скажу честно, с этим согласен. Даже если у женщины ответного желания не возникает, верно? Нет, не совсем. А как? Потому что мы против насилия, мы против того, чтобы женщины давали против своей воли. А как? Мы за то, чтобы женщины давали это добровольно, исходя из осознания значимости. У меня есть такое ощущение, что ему просто вот, ну, не дали пару раз. И он такой, бля, какого бля? Братанчик, и не таким дают, все нормально. Сходи в клуб, купи, побухать любой студентке, все, пиздец, поверь мне. Вы хотите заставить всех женщин давать на благо мужиков? Бесплатно давать. То есть сейчас они дают за деньги, а вы хотите, чтобы они давали бесплатно? Бесплатно. Не и так бесплатно, ну ладно. Секс от соединения мужского и женского начала. Напрасно, видите ли, в чем дело? Секс от обретения гармонии. Я не удивлюсь, если вы ни разу никогда не занимались сексом с мужчиной. Вот займитесь со мной сексом, вы узнаете, что... Он охрененный, вообще вопросов нету. Что такое секс? Потому что я знаю, что это такое. Это обретение... Я дрочил 8 раз. ...гармонии и целостности. И как часто вы обретали гармонию и целостности? Ну, это уже другой вопрос. И с кем? Поскольку я этого не обретал в течение 10 лет, поэтому я считаю себя нецелым. Саша, ты внимательно услышал, что мне только что сказали. У вас были когда-то отношения с женщиной, которые в этом мире и в этом обществе считаются нормальным. Ну, то есть вы были когда-то женаты? Я был женат, но мой брак закончился разводом через 6 лет. Почему? В течение 5 практически лет меня преследовали за то, что я спас свою жену от изнасилования себя, от убийства. И это время она была со мной, как бы отбывая вместе со мной то наказание, которое получил я условно. И как только с меня сняли судимость и погасили досрочно... Ой, а вы венчаны были? Да, мы венчаны. Она сказала, ну все, за то, что ты меня спас, я свой долг перед тобой выполнила. Мне страдать надоело. Я нашла другого, так сказать, и она вышла замуж. А почему она страдала? Потому что меня лишили работы, меня лишили даже возможности где-то по своей специальности работать. А кто вы по специальности? Стравили, меня постоянно оскорбляли в соцсетях. Я юрист по специальности. Также я работал одно время журналистом. Подождите, вы же ученый? Ученый юрист. А вы журналист еще? И еще журналист. И секс-инструктор, мне кажется, он еще профессиональный. Мне кажется, Поднебесный за это время посмотрел столько порнухи. Как же он удивит какую-то девчонку. Возможно, уже удивил. Специальности такой нет, но да, я писал статьи, я автор очень многих статей. А что вы кончали? Какой вуз? Я за... Такой в банку. Сперм. Ладно. Голубачевского по специальности распруденция. После развода я увидел, что для женщин... Александр Гарич такой, ну вот, наконец-то к нам пришел не алкаш, а образованный чел какой-то прикольный. Нет ничего святого абсолютно. Они готовы раздавить самую святую клятву, то есть венчание. Это у вас женщина стала... Подождите, это у вас... Быть вечно со мной и наплевала на это, как только что-то материальное могла получить более выгодное. А вы уверены, что материальное? Может быть, просто ваше занудство ее так достало за эти годы, что она решила сбежать? Это тоже материальное. Занудство это тоже материальное. А у меня вот после развода были точно такие же чувства, только направленные на мужчин. Что делать? Меня мужчина бросил. Вот товарищ, когда он скажет, что я пытался построить свой брак, здесь маленький нюанс есть. Я посвечал свою жену, когда мне было почти 30 лет. До этого первая девушка у меня была в 17 лет. И у меня после нее, когда меня бросило точно так же, как и жена, но хуже гораздо, 10 лет не было вообще никаких отношений. Я был инцеллым. И секса не было. Я жил как монах. Я питался травой, грубо говоря. Я занимался моей твоей медитацией. Вы сейчас просто продублируете то, что уже нам... Подожди, то, что уже нам рассказали. Я не понимаю, в чем вообще у нас вопрос. Надо просто, чтобы с Алексеем Поднебесным девушка какая-нибудь сексом заняла. А, у него был запрос, что девчонки должны более охотно идти на контакт с мужчинами, для того, чтобы у них был половой акт, а не искать в этом выгоду. Но я еще раз повторюсь. Можно попробовать не общаться и не окружать себя такими женщинами. То есть, возможно, ему нравятся вот эти вот все инста-девчонки. Вот он на них смотрит, и он думает, что он сейчас напишет, я не знаю, Кендал Дженнер, типа, Йоу, я хочу секса, и она должна, типа, ему сразу дать. Ну, наверное, это не так работает. Может быть, Алексею стоит сходить в библиотеку, в Дикси, куда угодно. Ну, не знаю, где угодно познакомиться с девчонкой. В интернете, может быть, просто не с такими фотографиями, вызывающими не инста-модели. Попробуй пообщаться с другими. Возможно, получится получить секс не просто за деньги там, за какие-то Cartier, Bugatti и т.д., а за капучино, за хорошее настроение, за прочитанную лекцию. То есть, ну, ты чем-то, типа, заинтересуешь девчонку, девчонка от тебя заинтересует. То есть, ну, типа, какой-то контакт должен быть, взаимодействие. Вот так вот нет. Как показывает практика, ну, можно быть не самым красивым человеком в мире, а просто харизматичным, эрудированным. И этого уже достаточно многим. Как-то посмотреть на эту ситуацию под другим углом. Сказали. Я в детстве был скромным, застенчивым парнем. Вот, занимался в основном учебой. Я был... Мне жалко Алексея почему-то. Ну, вот он какие-то себя рамки загнал, вот эти вот. Гордость школы. Мой портрет висел... Знаете, вот по-мужски, прям, по-отечески. На доске почету, потому что я был одним из лучших учеников. Грю, вот, мне кажется, ему прикус исправить. Он вообще будет, ну, подстричь нормально, подкачаться. Все, будет вообще секс-символ. Вот, ну, это где-то средние классы, вот. Ну, нельзя, конечно, меня назвать красавцем, но совершенно я не пользовался успехом у девочек. Они все, как одна, хотят самого красивого, самого, там, наглого и такого парня, который, там, задирается, всем дает тумаков. Все эти годы, когда я учился, и после... Ну, в его словах частично есть доля правды. Девчонкам часто нравятся такие, знаете, бэдбойс-мужички. Они вот такие вот пролактиновые мальчики, скажем так. Когда я работал после вуза, я попал на работу в прокуратуру. Ну, это все исправляется. Это природа, это генетика. Типа, что ты сделаешь? Многим, например, не нравятся полные, большие девчонки. Что тут сделаешь? Ну, природа такая. Вот так вот заложилось. Кому-то, конечно, нравится тоже. Почему нет? И даже несмотря, что была... Каждой твари по паре. Если просто Алексей из дома выходил и меньше проводил времени в своих мыслях о том, что все женщины в мире супермеркантильные и дают только за пачку долларов, то, ну, возможно, что-то бы поменялось в его жизни. Возможно, у него секс был бы чаще. А так он все время тратил на то, чтобы подумать над этой непростой задачей. У меня и престижная работа, и хорошее образование. Девушки меня ноль внимания обращали. И при этом я видел, что рядом парни какие-то там алкоголики, наркоманы, которые полностью десоциализированы. Вот. А они пользуются огромным успехом у девушек. У них постоянно они менялись. Там сегодня одна, завтра другая. Для меня это была просто незатяжимая мечта. Я не понял, как такое возможно вообще. У меня 10 лет не было абсолютно ни одной девушки. Женщины обладают монополией. Так а предпринимались ли какие-то попытки познакомиться? Ну, то есть, ты что-то делал или просто вот все это время ныл 10 лет? Вот что интересно. Самым важным ресурсом человечества, сексом. Чтобы получить доступ к сексу, мужчина должен быть, как бы, иметь карьеру, иметь машину, иметь квартиру. Список просто, огромный этот список там, да? Остальные, там, 90% мужиков, не знаю, 95%, которые не обладают вот этими, знаешь, благами, ультрабогатствами, назовем это так. Они же, ну, с кем-то встречаются, с кем-то спят, понимаешь, Алексей? Ну, то есть, я понимаю, о чем он говорит. Это факт. Что, ну, вот, мужчина родился, и он должен, да? Вот эта вот темка бабки, машины и все остальное. Но большинство людей живут в кредит. И машины обычные, и квартиры не такие роскошные, да, как у олигархов. У них все равно есть и жены, и дети, и семья, короче, ну, все нормально. Какое у него лицо должно быть, там, прическа, все что угодно, мускул накачанный. Вот он все вот это должен предъявить женщине, а она со своей стороны предлагает только ему цех. Но на самом деле, мужчина, который все это имеет, да, вот он, там, спортивный, богатый, прикольный, интересный, мужественный. Если мы говорим конкретно про отношения, он будет и требовать чего-то подобного, грубо говоря. Но справедливости ради, но справедливости ради девушка все равно не должна быть, знаете, какая-то супер богатая, да, так сложилось в обществе. Просто ухоженная, интересная, прикольная, начитанная, чтобы интересы совпадали. Какая-то вот эта вот женская энергия, семейный очаг, вот это, чтобы присутствовало, чтобы детей смогла нормальных вырастить и т.д. Текст все. Тут, понимаете, как кому кайф. То есть, например, кто-то, какой-то мужик, у которого все есть, он классный, прикольный, интересный, будет искать себе такую же девчонку. Кто-то будет искать попроще, но у него к ней будут, не знаю, какие-то, может быть, другие к ней запросы будут. Чтобы она там, типа, мыла, убирала, только детей смотрела, она может не работать. То есть, тут как кому кайф. Ведь лет-то вы были монахом? Да. Так вы теперь что, хотите восполнить пробел? Я не понимаю. Дело в том, что действительно это ужасный груз, который висит на мне до сих пор. И ничто вот сейчас не может, как бы, компенсировать этих прожитых зря лет. Бесекция. То есть, это жизнь прожитая зря. Молодость прожитая. А у вас девушка-то есть сейчас? Подожди, подожди. А вы знаете, почему? Мне сейчас сколько лет? Я не знаю. Какая у меня сейчас может быть девушка? Мне 41 год. У меня есть женщина, с которой я общаюсь, но моя молодость прошла. Подождите. Она прошла без вас вратно. Да почему вы тут-то так-то? И ничто мне ее не вернет сейчас. Подождите секунду, я не понимаю. Подождите, я не понимаю одного. Так виновата получается общество, да, что женщины таким образом воспитаны, что смотрят на накачанных, прикольных, классных, интересных мужиков. Ну, возможно, это еще работает с той точки зрения, что вот когда женщина будет беременна, да, в декретном отпуске, чтобы она понимала и чувствовала, она же не может сейчас работать, она там беременна, потом ребенка там воспитывает, то он послеродовая эта темка вся, чтобы в это время как бы дома похавать, что было, возможно, из-за этого. То есть, конечно, хотелось бы встречаться с бомжом, просто любить, лежать в грязи, ну, будто бы мужчина вот в то время, когда женщина беременна, на его плечи действительно ложится вот это вот бремя зарабатывать бабки. Возможно, да. И я думаю, что все-таки большинство женщин смотрит на мужчину, в том числе с точки зрения финансов, только для того, чтобы понимать, что когда она забеременеет, она не будет валяться в луже. У вас пробел в 10 лет, что вы время тратите на всякие ютуб-каналы, здесь время тратите, занимались вы с ней сексом с утра до вечера, и восполнили бы это 10-летний потенциал. Здоровье мое, как я восполнил? Где моя потенция в 17 лет, которая была? Как я это восполнил? Я знаю мужчину, который же в 50 такая, как в 18. Стоп, 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 тишина, Алексей. У меня и вас не все такие мужчины. Подождите, Алексей, смотрите, вы сказали, что это годы, которые вычеркнуты из моей жизни. Когда воздерживается монах, это годы, которые внесены в его жизнь, в жизнь вечную. Почему? Потому что он делает это ради чего-то. Ради молитвы, ради очищения, ради вечной жизни. Я делаю это вынужденно. Послушайте, вы это сделали из обиды, и эта обида привела вас, знаете, к чему? Если вы обижены на одну женщину, все другие моментально... Я был обижен на женщину. Я делаю это вынужденно, потому что ни одна женщина мне не давала эти годы. Я был готов... Типа, с кем ты общался? Две женщины. ...на любую женщину. Но я был для них невидим. Эти 10 лет я был невидим, несмотря на то, что я получил медаль. Так, хорошо, а почему бы не принять просто тот факт, что ты не можешь изменить мир, перестать сражаться против него, а пойти что-то начать делать? Если тебе так хочется секса, мир такой несправедливый. Ну, не знаю, возьми, исправь там прикус, подкачайся, подкали ты стестерончик, там, причешись. Стань вот этим челом. Понимаю, не хочется. Понимаю, хочется, чтобы просто так давали. Такой ты бунтарь, Алексей, конечно, ну такой бунтарь. Дали, я получил дипломы, я был лучшим студентом в УЗИ, я был лучшим учеником. Алексей, мир вообще несправедлив, просто п***ц. И я как бы понимаю его точку зрения, ну вот такой вот мир. Понимаешь, вот красивым везет больше, это факты, это неоспоримые факты. Вот посмотреть там на голливудских всех актеров, ну понятно, что там талант и харизма, но п***ц они там через одного красавчики просто невероятные. Несправедливый мир, понимаешь, но несправедливый. Но хорошо, что это все можно исправить. Ни одна девушка мне не давала секса, я был невидим. Я был согласен на любую, но я был именно и целым, потому что не знаю почему, это вас нужно спрашивать. Я и разрабатываю мою теорию сейчас для того, чтобы объяснить, почему я невидим и другие парни. Вот, например, у нас в зале есть такие парни, которые до сих пор не могут получить секс. У нас есть движение парни, которым тоже 30 лет, а они ни разу не имели секса, они даже девственники. Хотя у меня хотя бы был секс в 17-х, у некоторых нет. Мне кажется, это, если серьезно говорить, возможно, Алексей Рофлит, это просто большая постирония вообще, все это шоу. Но будто если у тебя есть такая цель, то... Алексей, вот реально, посмотри какие-нибудь другие выпуски мужского и женского, посмотри, какие там бомжи трапаются беззубые, кривые, метадоновые, алкашихи, алкаши... Боже мой, понимаешь? Ты на их фоне, это... Я их хер знаю, просто Брэд Питт в свинарнике, понимаешь? Ты Брэд Питт. Это в 30 лет секса, они невидимы. Алексей, подождите секунду, можно я свои соображения... Во-первых, вас жаль, конечно, да, ни всякого сомнения. Во-вторых, вы... У вас сбит прицел. Это я вам как альфа-самец говорю. Знаете, почему не дают-то? Потому что вы хотите секса. Вы не женщину хотите, ни отношений, ни истории с ней, ни любви даже. Вы хотите секса. Ни одна женщина, поняв, что вы хотите секса и ничего больше, не даст. Это я вам. Говорю, исходя из своего громадного... У вас теория, а у меня практика, извините. ...энергию. Потому что вы альфа-самец. А что вы... Подождите, а что такое альфа-самец, расскажите? Это человек, живущий по базовым обезьянным инстинктам. Доминировать есть и размножаться. Именно такие наглые, безответственные люди, готовые идти по головам, нравятся женщинам. Скромные нравственные парни, духовные парни. Женщинам ненавистно, они не дадут им ни при какой ситуации. Ну, блин, ну, мне кажется, он обобщает, если честно. Ну, есть же куча таких скромных девчонок, нравственных. А как раньше там, я не знаю, сексом? Я понимаю, что реально сейчас, конечно, поколение немножко подпорчено. До чего и греха таить-то я и сам. Не матерь божья, скажем так. Не хочу богохульствовать. Надо было сказать, святой отец. Ну, матерь божья тоже нормально. Куча разных людей. Не знаю, может быть, тебе надо было просто какое-то сообщество сделать в ВКонтакте единомышленников. Девчонок, не знаю, там в клуб Библии пойти. Открыть свой институт благородных девиц. Не знаю, Алексей, мне кажется, как-то все слишком утрирует. Ситуация и обстановки, ну, может быть, за большие деньги. Наконец-то я услышал про себя все, что я хотел. А я наконец узнала, что мой ведущий обезьян. Просто, ну, наконец-то. Ну, мы все произошли от обезьян. Вот вы говорите, что вы хотите от женщины секса. Вы что готовы женщине предложить? Секс в обмен на секс. Легенда. Скажите, пожалуйста, в какой семье вы выросли? Так сказать... Мама, папа, полная семья. Семья, матерь и одиночки, да. Куча таких людей, Алексей, которые готовы принять секс в обмен на секс. Просто ты не там искал. Как давно ушел отец или умер? Что с ним случилось? Я вообще не знаю. Отца он развелся вскоре после моего рождения. После того, как ваша мама развелась с папой? У нее были мужчины? Нет, мы прожили с ней вдвоем. У нее не было никого. Значит, у нее тоже не было секса? Что ж, теперь всех мужиков ненавидеть? Она родила меня в 40 лет, и уже, я думаю, в этом возрасте у нее не было так актуально. А вы откуда знаете? Скажите, а как мама-то относится к вашей деятельности? О, есть 80-й год, я не посвящаю ее в такие вопросы. А вот та женщина, про которую вы нам говорили, все-таки она есть у вас? Ну, да. Она у вас как женщина или как боевая подруга? Ну, как конь, грубо говоря? В данный момент, скорее, как боевая подруга, потому что, когда она начала общаться со мной, ее начали травить, так же, как меня. Ну, это боевая подруга с сексом или без? Ну, вы знаете, я не буду комментировать такие вопросы на телевизор. Алексей ловко манипулирует. Он рассказывает о том, что 10 лет у него не было секса. Как у него спрашивают, а сейчас как у вас? Он такой, я не буду это говорить. Из образа выходить нельзя. Вы готовы говорить в теории, а на практике не готовы? Я говорю о сексе как об энергии, как о нечто таком общем. Вы обмениваетесь всей энергией или нет? Ну, я думаю, это для вас выяснит, для меня знать, как говорится, есть пословица. Послушайте, ну, а что делать женщинам, у которых тоже не бывает это часто, которых тоже, вот, проходят мимо мужчины? Если у женщин этого нет, они сами этого не хотят, потому что любой женщине достаточно к любому мужчине подойти на улицу, предложить секс, и ей дадут. Тоже ошибка. Тоже ошибка, Алексей. Я уверен, что не каждый мужчина по просьбе какой-то рандомной женщины даст ей секс. Я уверен, что она рано или поздно, конечно, наткнется, как и рано или поздно мужчина, который ищет секс, наткнется на женщину, которая ему даст. Ух! Вот и все. А почему-то... Если она не хочет... Если у нее нет секса, она просто этого не хочет. Или ждет альфа-самца, вот как Гордона, например. Я больше как Гордон Рамзи. Я очень хотел понять причины людей, которые, как вы говорите, на вас ополчились и пытаются вас прессовать. Один из первых инцидентов, как я понимаю, произошел как раз с Аллой Кураковой. Она у нас в студии. Здравствуйте, Алла. Прошлым летом мы выложили в свои личные соцсети обнаженные фотографии. Ваши личные соцсети? Да, они были... Это вот эти фотографии. ...с цензурой на тех местах, где должно было быть нижнее белье. Но человек, который нас снимал, он профессиональный фотограф. Ну, в общем, тут ребята обнаженные. И ему показалось, что голые тела на фоне железных конструкций, это будет красиво. Ну, Адам и Ева такие, да, индустриальные путь. Ну, вот и что началось. На следующий день все СМИ разнесли наши фотографии. Нам было это странно, но, видимо, это было связано с тем, что эти пагаузы казались, что они имели какую-то историческую ценность. И Алексей был одним из главных агрессоров, который написал огромный текст с пожеланиями сдохнуть варь. В комментариях, я так понимаю, да? У него, оказалось, что у него есть своя личная группа, которая называется «Антифеминистский фронт». И главным призывом в этой группе, точнее, лозунг главный, звучит так. Обеспечить всех мужчин сексом и отменить работу. Отменить работу еще? Да, отменить работу. А так вы хотите только сексом заниматься и больше ничего не делать? Я выступаю за безусловный доход. Класс. Я тоже выступаю за безусловный доход. Можно что-то вот делать, чтобы были деньги и не работать? Ммм? Ммм? Кратал огромный текст, оскорбляю меня, мое тело, как мы выглядим. Это вы писали? Нет. А кто это писал? Не знаю. Это спрашивайте человек, который... Ну, подождите, но написано же, что... Есть же такая тема, как фейки. Ну, фейковые аккаунты. Это то же самое, как мне реально пишут, когда людей скамят на деньги. Так это там же... Смотрите, короче, есть канал, я вам еще раз покажу. Не показывал. Называется Приятный Ильдар. И какой-то очень плохой человек. Вот там 24 тысячи подписчиков. Вот он. Видите? Привет, чел. Можете зайти, ребята, кстати, вот кто смотрит. Вбить в поиски Приятный Ильдар в Телеграме и накидать жалоб. Вот. И этот человек просто репостит мои, значит, сторис, все остальное. И потом просто рандомно из подписчиков пишет, типа, вы там выиграли в конкурсе. И чтобы забрать деньги, надо оплатить комиссию, там, 500 рублей или сколько. Ну, короче, кого на сколько скамят. Прикольно, что кто-то ведется на это. То есть это самое прикольное. Ведется много людей. То есть мне пишут люди, ну, не ежедневно, конечно. Вот все, что там доходит. Но пишут, что я их обманул. Там уж Приятный Ильдар написано. Понял, значит, это я. И еще суперклассно, что Телеграму настолько плевать. Сколько раз я еще год назад или больше постил этот паблик к себе. Там чувак его делает приватным, потом опять открывает. Никакие жалобы, ничего не помогает. Мой канал в Телеграме называется Неприятный канал. С галочкой. Там 380 тысяч подписчиков. Пожалуйста, подписывайтесь на него. ...все ваши убеждения на протяжении многих лет. Ну, я вам просто... Знаете... Если, может быть, меня смотрит кто-то из Телеграма, ребята, кто работает в Телеграме, пожалуйста, заблокируйте этот паблик или, не знаю, этих подписчиков, перекиньте ко мне в паблик. Я не знаю. А этот, ну... У меня уже терпения нет. Могу лишь прокомментировать, что фотографируются голыми и выкладывать это хулиганство. Подождите, одну секунду. Одну сил вам завидно, что ли? Вот я вам могу сказать честно. После таких текстов вам никто не даст. Мне и так не дают, что я теряю. Ну, на агрессии двигаешься, Алексей. Если ты это писал, осуждаю максимально, если не ты, ну... Так это ваш текст или нет? Нет, я не знаю. Ну, вы только что проговорились и так не дают, что я теряю. То есть вы только что сказали нам. А нам все-таки стваж, вот и все. Нет, ну это какая-то дрочь. Если он это реально писал, будто чел не 40 лет, а не знаю, 8. Переписку, вот я там видел, вмешалась еще одна девушка, верно ведь? Да, все верно. Как ее зовут? Ее зовут Даша, по-моему. Таша, да. Давайте на экран. На самом деле он как-то нехотя, знаете, так отнекивался. Типа, ну, может мой, может нет. Посмотрим, потом продолжим. Мы с Алексеем, к счастью, лично не знакомы. Мы с Алексеем, сексом чуть не проговорилось. Знакомились с ним в интернет-пространстве, не очень приятных условиях. Мне скинули... В постели. Пост, фотография, где была изображена, ну, моя знакомая. И был текст о том, что секс умер, что все плохо. Мне просто стало страшно. Я подала заявление в полицию. Он призывает к тому, чтобы мужчины насильственным путем принуждали женщин к сексу. Потому что якобы без секса мужчин... Я не знаю, смотрю на Алексея, как он может кого-то призывать к насильственному путю. Становится агрессивной, совершает преступление. Вот мне написали. Я выгляжу на 25 лет. Вам всем далеко до меня, как небо и земля, тварь. Я вот найду тебя и вырву тебе кишки, ты сдохнешь. Знаете, мы наконец-то воочию убедились, как выглядят те самые интернет-тролли и челики, которые пишут какие-то ужасные комментарии в интернете. Вот так. Не твои сочтены. Я не знаю, по-моему, в последний раз какие-то комментарии на полном серьезе я писал лет 10 назад. Сейчас я... Он агрессивный и психически больной человек, который опасен для общества. Это вы тоже не писали? Но эта женщина сидит и улыбается, когда это читает. Подождите, подождите. Она может улыбаться, может быть... Подождите, Алексей. А может быть, это защитная реакция, Алексей? Это вы писали? Нет, я этого не писал. А кто? Это... Пусть она комментирует. Она прокомментировать... Подождите, не сможет, поскольку не смогла к нам на программу приехать. Но приехал ее супруг, который с вами судится. Судился, по крайней мере. Александр Крюков, давайте его позовем в студию. Александр просто по... Ему настучит. Здравствуйте. Александр. Александр недалеко от Алексея ушел. Здравствуйте. Расскажите. Я действительно супруг девушки, которая только что была на экране. В комментариях под статьей Алексея возник некий диалог весьма напряженного свойства. И Алексей в адрес моей жены выразился, сказал, что... Ну, там очень много неэфирной, непечатной лексики, но он предложил ей ее кишки намотать ей на голову. Ой, это очень смешно. И насчет того, что писал, не писал. Очень много людей... Он реально такой базовый интернет-тролль. Побывали в комментариях к этому посту и сделали скриншоты. Это существует... Как этот Энди Марш в Южном парке. У меня есть у моей жены у массы еще людей, потому что это вызвал определенный резонанс. Давайте мы сейчас посмотрим, что вы нам рассказали до программы, потом продолжим. Моя супруга прислала... Это у него мобильник новый такой. Чел живет в 2045-м, айфон 28, это да, или что это? У меня ссылку на пост в социальной сети. Там было мнение, личное мнение господина Поднебесного о том, насколько женщины не являются людьми. Я вступился за свою жену. Алексей отвлекся от всех... Это какой-то цирк. Я не верю, что Алексей может такое выдавать. Вообще, какой-либо человек такой может выдавать. Стальных переключился на меня. Александр, ты сдохнешь, тварь. Никакой ука тебя не защитит. Гнида, ты сгниешь изнутри. Слышно. Это пишет чел. Который похож на этого... Тимми! Из Южного парка. Ты уже начал гнить. Твои дни сочтены. Сегодня у меня какой-то день сравнений. Следующий. От тебя я пропущу через мясорубку, тварь. Ублюдок, ты сдохнешь. Я написал в 5-е отделение полиции заявление. Его слова подпадают под действие статьи «Угроза убийством», а также под статьи 282 Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Абсолютно правда. Человек угрожает убийством моей жене, угрожает убийством мне в такой неприлицеприятной форме. Но, увидев вот эти комментарии, социальная сеть вещь достаточно простая, я нажал на его профиль, открыл его страницу, там был его телефон. Я ему позвонил как мужчина мужчине и сказал, что ты должен извиниться. На что он мне сказал... Ну, если он это писал, ну, это такая тупая фигня, ну, вообще просто бредятина какая-то. ...куда и каким образом он со мной совершит. Ну, вот. И так получилось, что все смартфоны современные, да, имеют определенные функции. У меня есть запись этого разговора. Это вранье. Я смотрю на этого человека, которого сейчас показали. Он качается в кресле-качалке, он наслаждается жизнью и при этом говорит, что ему угрожают. Вот вы сказали... Это ложь. Это ложь и глумление надо мной. Вот вы сказали, какая девушка мне 41? Мне 44, у меня есть девушка. Стоп. Вы***нулся. Братан, если это единственное достижение твое в 44 года, я тебе соболезную. Давайте так. Какой ход был дан вашему заявлению? Значит, заявление было написано два от моей супруги и от меня. Была проведена проверка. И в возбуждении уголовного дела по статье угроза убийством было отказано по той причине, как... По той причине, что я улыбался и смеялся. ...казал нам следователь. Ну, он же не приехал вас убивать. Есть такой признак, как реальность угрозы. Да, именно так. В данном случае, в чём была реальность этой угрозы? Да, то есть человек просто написал в социальные сети... Ну вот смотрите, он же юрист по образованию. Он же тоже понимает, что он делает и какое наказание он может понести. То есть он поступает так, чтобы не унести за это никакую ответственность. Я слушаю, и он вообще, по-моему, не понимает, что он делает. Потому что составы правонарушения административного, составы уголовного преступления... А как он может понимать, если ему 10 лет не давали, представляете? Я же себе представляю, но если он утверждает, что он юрист... Да все он понимает. Подождите, стоп, стоп, стоп. У вас какое количество подписчиков? У меня почему-то такое стойкое ощущение, что чел просто, блядь, издевается над всеми нами. Ну просто пришёл, знаете, на первый канал чисто пофлексить, поприкалываться, попиариться немножко. Я просто так понимаю, что он на слуху через ТикТок. Я реально не знаю, чем он занимается. Просто я так за стримерами иногда на Твиче слежу. У меня, кстати, есть Твич, я там стримлю периодически. Подписывайтесь, ссылка в описании. Вот, и он там был на стримах, но я реально не знаю, чем он занимается. То есть, если он до сих пор всё это как-то продвигает, то это, конечно, очень забавно. Но смысла нету вообще. То есть, наверное, как персонаж такой, знаете, смешной в интернете. Почему нет? Типа, есть Иван Зола, есть там, не знаю, Никоглай, есть Алексей Поднебесный. У них у всех какая-то там своя идеология есть. И за этим просто смешно наблюдать, забавно. Знаете, такой небольшой цирк у нас в интернете. Какая-то подписчиков на ваших страницах в сети? Ну, очень небольшая. Ну, какую? Если брать вот группу, которую здесь озвучили, там полторы тысячи человек. Полторы тысячи? Мужчины или женщины? Мужчины из них 90%, которые приходят чисто поржать туда. Понимаю. И не могу их осуждать за это. Я о другом. Вам известна такая статья уголовного кодекса, как оскорбление в неприличной форме в средствах массовой информации. Вам известно, что суд, проведя экспертизу, может признать вашу личную страницу средством массовой информации. Вам понятно, что это преследуется уголовным кодексом? Я знаю, что очень многие, кто приезжают на программу Гордеона, потом садятся. Вот. И я понимаю, к чему вы клоните. Вот. Но моя страница, ну, ни по каким параметрам не подходит под средством массовой информации. Потому что количество подписчиков, а количество просмотров, посмотрите, там... Поднебесного, скажите мне, пожалуйста. Что-то нам подрезали. А что нам подрезали? Короче, он хотел сказать, что там очень маленькие охваты у него, и это не средство массовой информации. Что за дело? Ну, вообще, объективно, да, конечно, обладая огромными ресурсами, лидеры мнений могут влиять на умы, так скажем, людей. Запрограммирую сейчас вас, ух, боитесь. Поэтому, конечно, да, нести ответственность за свои слова нужно точно. Именно поэтому, ребята, на данном канале у нас добро и позитив, как сказал бы легендарный Сергей Симонов. Дай бог ему, конечно, подольше проражить с его стримами, ой. Статье, как вы выиграли апелляцию, ну и вообще все, что касается преследования. Алексей Николаевич предъявлялся обвинение по статье 20.3.1 Кодекса об административных правах... Так, ребят, если что, еще и к новой серии, ссылка в описании. ...врушениях Российской Федерации, а именно... Это что за статья? Сейчас я все скажу. Это разжигание ненависти по половому признаку, по религиозному, национальному и так далее. Но в данном случае... Блять, у него галстук бабочка. Боже, что за конферансье у нас в мужском-женском. Конечно же, по половому признаку. Я исследовал материалы дела. Мы с Алексеем Николаевичем выработали линию защиты. Состоялось судебное заседание в Нижегородском районном суде. Но в результате судебного заседания Алексей Николаевич был признан виновным. И был приговорен к 7 суткам ареста. В тот же день я подал апелляционную жалобу. И он не сидел, он поехал домой. Он поехал сидеть в кофеманию. В Нижегородский областной суд через 3 дня состоялось рассмотрение моей апелляционной жалобы. И Алексей Николаевич был освобожден из-под ареста прямо в зале суда. Так получается, Алексей Николаевич у нас и сиделец? Да. То есть, таким образом, отбыв всего трое суток. Мог бы себе и ждули уже какую-нибудь найти. Дело было направлено на новое рассмотрение в Нижегородский районный суд. Скажите еще, а кто-то со стороны вашей был свидетелем в суде? Да, гражданка Левичева. А кто это Левичева? Это подруга Алексея Николаевича. Давайте Евгению Левичеву позовем к нам в студию. Ну вот, кроткая, хорошая девчонка. В чем проблема? Здравствуйте. Взял ее за волосы и... Здравствуйте. Какие у вас на самом деле отношения с Алексеем? Отношения у нас очень хорошие, дружеские. В данный момент нас сближает общая борьба против людей, которые ведут в интернете травлю против Алексея Поднебесного. Но вы за него заступаетесь как подруга или как его любимая? Я за него заступаюсь как человек, который не согласен с тем, что личность можно травить. То есть я могу допустить, что кому-то... Подожди, а вот если Алексей пишет такие гадости людям и на это идет достаточно справедливая реакция, это можно типа так делать? Мне интересно, кому-то не нравятся его политические, идеологические взгляды, но я протестую против травли именно личности. То есть я считаю... С Алексеем, занимаетесь? Вот скажите прямо и просто. Я не буду комментировать. Вы вообще говорили о том, что Алексей просит от женщин только секса. Я с этим... От вас? Нет, он еще... Женщина такая же... Я исторически не согласна с тем, что он требует от женщин секса. У нас очень теплые дружеские отношения. И поверьте, оказывается, между женщиной и мужчиной, возможно, глубинная... Опа! Посмотрите вот сюда. Интересно, Алексей возбудился или нет? Связь без полового акта. Да мы в это верим, потому что у него 10 лет были только такие отношения и ничего больше. Он нам уже это рассказал. Не важно, что он требует интернете. У меня даже таких не было отношений. Скажите, пожалуйста, ну вот а как вы относитесь к тому, что он вообще излагает, что он транслирует в этот мир? Я не согласна с тем, что он транслирует в этот мир. Ага. Какие-то вещи, конечно, мне кажется... Да что ты говоришь, малая, а вчера под столом ты говорила другое. Кажется, правильными, на самом деле, я считаю, что... Какие? Действительно, инцелы существуют уже, можно сказать, как движения. То есть, ну, просто вспомните, как вы учились в школе. Как среди мальчиков были те, кто нравились всем девочкам. И те, которые сидели на последней партии, боялись порой слова сказать, потому что они были затравлены всем остальным классом. И такие, конечно, и девочки бывают, не только мальчики. Но для мужчин, я считаю, очень актуально быть именно лидером, если и не проявлять себя именно на лидерских позициях, но, по крайней мере, доказывать обществу, что они в чем-то сильны. Скажите, а в чем вы его не поддерживаете? Вот вы сказали, не совсем я согласна. А с чем вы не согласны? Я считаю, что между мужчинами и женщинами должно быть равноправие. То есть я за равноправие. Я не за феминизм, не за антифеминизм. Я считаю, что мужчины и женщины, они должны существовать на равных. Так может быть, по-дружески, как боевая подруга, объяснить ему это, чтобы он перестал устраивать то, что он устраивает в интернете, и перестанет быть эта травля на него? Я лично считаю, что ни вы, никто другой не имеет права советовать мне, как я должна общаться с Алексеем. Вы же не знаете, как именно я с ним общаюсь. Я совершенно не советую вам. Вот сейчас спросите, почему ее травили? Потому что она-то ничего не писала в интернете. Вот давайте, да, смотрите, вы... Ну, они пришли на телешоу высказывать свою позицию, и потом говорят, вы не имеете права никакого мне давать советы. Понятное дело, ну, у вас же тут дискуссия какая-то, диалог идет. Они же вообще должны молчать и слушать просто вас, открыв рты. Тут я не вижу никакой проблемы абсолютно в рекомендации, нам, не знаю, совете как угодно можно, на наставлении Юли. Вы оказались информационно-инфекционным человеком, поскольку Евгения, вступившись за вас, сразу получила громадное количество хейтеров. Правильно я понимаю? Давайте посмотрим на экран. Да, вы понимаете правильно. На экран посмотрим. Во время судебного разбирательства было допущено очень много нарушений. Соответственно, мы сейчас ожидаем, когда будет пересмотр дела. Большинство людей, которые на него писали доносы, они не имеют отношения к антифеминизму, к феминизму. Они именно занимаются так же, как Алексей из его защиты, только придерживаются иных позиций. То есть это в основном были женщины, никто из них не захотел присутствовать на суде. И судья лично у меня... Какая зоозащита? Что? Я спрашивал, как Алексей относится к женщинам в реальной жизни. Ну, лично ко мне он относится очень хорошо, и я никогда не наблюдала за ним каких-то некрасивых шагов в отношении женщин. Именно в реальной жизни. В сети, конечно. Мне еще кажется, что в реальной жизни он забавный чел. А вот эта вот вся темка в интернете, ну, просто он понял, на чем хайпить можно, и вот эту вот тему продвигает. Он позволяет себе оскорбление в их адрес, но в реальности я ни разу не видел, чтобы Алексей кого-то оскорбил, заделал, как-то унизил достоинство чьё-либо. То есть он всегда ведет себя очень вежливо. Забавно, что у него есть вообще на это энергия. На секс у него энергии нету. Уже. А у него и в интернете заниматься энергия есть. Ну, на самом деле, это понятно. Каждый человек у нас хочет быть услышанным, поэтому как бы все его начинания будто бы логичны. Ну, для него точно. Если сравнивать его с женщинами, которые оскорбляют его в группе, они делают это сообща, а он борется против них в одиночестве. То есть это очень большой плюс, когда человек способен высказать своё мнение и... Борется против чего? Типа адекватного мнения? Противопоставить его мнению большинства. Я собираюсь и в дальнейшем. На самом деле, там, я думаю, тоже персонажи такие встречаются среди женщин, что ого-го. В общем, поддерживать Алексея и не буду сдаваться. То есть я на своих позициях. Она начала общаться со мной, скажем. Её начали тоже травить. Я считаю это вообще просто гнусно и мерзко. Это показывать у тех людей, их моральный уровень. Ну, это темка такая, знаешь, Алексей, скажи мне, кто твои друзья, я скажу, кто ты. Которая травит меня. То есть любого человека, который оказывается рядом со мной, не начинает травить. Я вот сейчас что вижу? Вот у него какие-то неприятности случилось. Заступается за него женщина. И он вместо того, чтобы сказать, послушай, не лезь, я как мужик разберусь с этим сам, просто берёшь... И она такая, типа, я вот как раз против этого борюсь. Я за равноправие. Зачем за меня в интернете заступаться? Я и сама могу. ...и прикрывается бабой. Так, стоп! А каких? Просто, а каких? Так, а какая баба? Их, и после этого он орёт, что они завоевали мир. Вы, слушайте, мне порядком поднадоелось. Если у вас есть точка зрения, так будьте в ней до конца. Вы знаете такой понятий, как индивидуальная изменчивость. Вот, послушайте, да вы что? Вы в этой студии уже 500 раз переоделись вместе со своей защитницей, понимаете? Я буду себя вести так, как я хочу. И вы не вправе мне советовать. Нет, в рамках приличии, пожалуйста. Повторяю ваши слова. Хорошо. Я хочу позвать в студию журналистку Марину... Что-то там подрезали. Я думала, она озвучила мысли, которые я до этого сказал. О том, что, типа, ну вступилась и вступилась, что я сама разберусь. Ну пошла травля, я против этого. А Юля такая чисто базовая клишированную темку выдала. А чё мужчина должен сам до конца чё бабой прикрываешься? Ну тоже давно и внимательно следить за деятельностью. Ну в словах Юли есть какая-то доля правды, очевидно, да? И в её словах тоже есть доля правды, очевидно. Каждый выберет ту сторону, которая ему больше и ближе по душе. Какую сторону выберу я, ребята? Узнаем в следующей серии. Скажу честно, мне по***ю просто. Я наблюдаю за этим, мне очень весело. Жёстко вылетело, ну хоть может кто-то подерётся. С чем пришли? Дело в чём, в небесном меня синтересовалось двух позиций. Ходят в скифеминистки, общаются, там оказывают как-то другого... Ну вот, если не поймите, изменят около полутора лет назад. Ну последнее время у неё всё наладилось, к великому счастью она с этим человеком рассталась. Но когда она... Чё она так быстро говорит? Пожалуйста. Остановитесь! Она с ней была в отношениях, она рассказывала нам некоторые весьма пугающие вещи. Какие? Ну, например, что... В один момент был, когда Алексей, например, её то ли толкнул, то ли ударил, что-то какое-то лёгкое физическое насилие к ней применил. И она вот в силу своей стеснительности, мы её очень долго уговаривали пойти снять побои. Она такая, да нет, там пара синяков, мне никто не поверит. Кому мы сейчас слушаем, а о чём мы говорим вообще? Скажите, а на какой почве... Алексей поднебесный, ну, я не знаю, максимум мог бы ребёнка, мне кажется, толкнуть. Они поругались, что он даже руку на неё поднял. Она не говорила на какой почве, она говорила, что он с ней... Потому что она хотела похайпить, тоже, не? Вообще достаточно плохо обращался. А зачем она с ним была? Блин, жесть у Алексея, такая воинственно настроенная подруга. А что вы видели, вы даже не были знакомы со мной и с нами? Он нам рассказывает, что ему никто не даёт, но он ей изменял, да? По её словам, опять же, я говорю то, что я видела. По её словам, угу. Потому что я читала, я не проверяла, со свечкой не стояла. Но по её словам он ей изменял, обижался, что она не даёт ему заниматься сексом с другими женщинами. И как бы, ну, в принципе, достаточно плохо себя с ней вёл. Она... Это смешно, пи***о. В принципе, человек очень стеснительный, очень морально неустойчивый, он ей причинял сильные стороны. Так Алексей Поднебесный на самом деле скрывает под маской true альфа-самца, понимаете? Он как Бэтмен. Бэтмен в мире женщин. Дания, о которых она тоже рассказывала. И, разумеется, я считаю, что этот человек вреден, потому что он хотя бы в какой-то степени может повлиять на мнение. Ну, других мужчин, которые его читают, кто-то может просто поверить в то, что он пишет. В силу каких-то своих возможностей, схожих жизненных историй или особенностей. Он влияет на общественные мнения. У нас в студии активистки из Нижнего Новгорода Лара Саплина и Виктория Урлина. А вы... Справа это кто, б***ь? Зачем к нам пожаловали? Здравствуйте, я являюсь активным зоозащитником у нас в городе. И Алексей про нас также писал посты, не очень приятные. Зоозащитник? Здравствуйте, я являюсь активным зоозащитником. А, окей. Видели этот тикток? Я являюсь активной зоозащитницей. Сейчас я вам расскажу, почему нельзя есть коров. У нас в городе и Алексей про нас также писал посты, не очень приятные. Про меня лично он писал... Как он рофлит, я не могу. ...что я подстилка директора зооприюта. Но это же с чего-то началось, откуда? Нет, ни с чего, я не знаю. Я подстилка для собаки. Просто он зашел на вашу страницу, прочтал кто вы. Свою страницу просто, да, у нас есть... Мы в новостях иногда появляемся, когда мы что-то такое проявляем. Он там мог комментарии писать. Он писал, что мы тупые курицы, что мы рушим судьбу людей. Ребята с первого канала посвятили целую передачу жесточайшему троллю. Кажется, они потом осознали это спустя время и удалили выпуск. Я не понимаю... Только потому, что вы женщина, то есть у них никакого личного отношения к вам не было. Правильно я понимаю? Да. Я считаю, что это бред, ничем не доказанный. Он отвечал бы за свои поступки. Он отвечал бы за свои поступки. А прикиньте, удалили, потому что на самом деле это все действительно скам и Алексея подставили. И они такие, блин, извини. И удалили выпуск. Так а разве нет кем я окружил? Простите, можно я поинтересуюсь? Вы угрозим заработаете, да? Вы сейчас говорите про травлю, а разве то, чем занимаетесь вы, пишите про людей, это не травля? Покажите, где я вас травил. У меня такое ощущение, что у всех людей на этой планете цель одна, не дать Алексею. Просто, просто. Сими силами не дать. Давайте ему все больше никогда не дадим. Практика это не подтверждает. Никто. Никто. А почему товарищ адвокат все время улыбается? Вот мне очень хочется, можно я к вам подойду все-таки как мужчине? Конечно. Вы как адвокат поговорите с Александром, а со мной поговорите как мужчина, я же женщина в конце концов в этой студии. О чем не грусти? Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, а вы как мужчина, вот сейчас забыли, что вы его адвокат, вы уже имеете право высказать свое мужское. Вы поддерживаете его взгляды? Взгляды не поддерживаю, но все мои подзащитные, особенно те, кто хорошо платят, они невиновны. Красавчик. Молодец. Легенда. Это было хорошо. Алексей, скажите, пожалуйста. Вы п***ал давно от бучихи получали? Лариса волонтер... Ой, еб***ь. Какой у нее фейт, боже мой. Большой делся акцент. Она так села, типа, как бы нависая давление. Я не прочувствовал пока что, Лариса. Надо больше, больше раскачаться. Можно тестостройщик начать колоть, кстати. В сторону зоозащита. В сторону зоозащита. В сторону зоозащита. Я, кстати, смотрела, как это называется, Слоу пацана. Защитников. В сторону меня. Вы пишите мне комментарии под моими фотографиями, под моими... То есть... А что пишет-то? Бл***ь. Сформулируй, малая, давай. Он пишет, что эти зоо-шизики, тупые курицы там, в роли волонтеров. Очевидно, там, одна с черными волосами, явно феминистка, видимо, ненавидит мужчин, причем тупая. Ну, и то прочее. Вы оскорбляете не только меня, вы оскорбляете моих детей. Вы и моего барбера. Я жду, когда у меня вырастет борода и усы. Здесь, которые вообще тут мальчики, притом мальчики. Вы сами-то мальчик или девочка? Вы хороший пиарщик, вот том-то и дело. Вот вы и не можете определиться, кто я на самом деле. Поэтому вы и пишите. По-моему, вы гопник из рабочего района, который хочет морду кому-то набить. Вы больной, больной, ненавистник, ненавистник. Стоп, стоп. Она реально себя ведет как гопник. Тут как бы это база. Мы это видим. Пиарщик. Стоп, никакой он не больной. Это первый. Он обиженный. Смотрите, стоп. Нет, не зашли. Подождите. Мне кажется, очень многие люди вообще не выкупают посты Ро. Я теперь на 100% уверен, что чел просто хочет какого-то фейма, популярности, чтобы обратили на него внимание. Не знаю, может быть, какие-то другие свои идеи продвигать с помощью вот такого грязного пиара, что ли. Надо сидеть, так будет эффектнее. Стоп, вот смотри. Я сама решу, как мы сидим. Бля, какой он трой. Подождите сейчас это, пожалуйста. Вы ведете себя абсолютно противоестественно. Вы пришли сюда утверждать истину и моментально, как только вам дают подтверждение этой истины, говорите, пусть они докажут, что это моя истина. Пусть они скажут, что это я. Это вы писали. Я вообще не понимаю, какое отношение все это имеет ко мне. Я объясню, какое. Это вы писали? Нет. Ой, боже, легенда. Как женщина, я вам заявляю, вы не мужчина. Я думаю, что, скорее всего, это все писал он, но это все просто сделано для того, чтобы обратить на себя внимание и не более. Вот так вот. Не за одно свое слово вы в этой студии не ответили. Ну и супер, мне вообще без разницы. Про меня узнала, типа, вся страна. Не ответили. И тут же, кстати, накинулись с оскорблениями на нашу гость. Я не понимаю, как они не выкупили, хотя мне кажется, Гордон уже начал выкупать, что он просто жесточайший троляка. Сейчас открещиваетесь, а ваш адвокат потрясающий человек, потому что те копейки, которые вы сэкономили, могли бы потратить на женщину, которую вам дала, в относите адвокату, он тратит на женщину, и она дает ему, а не вам. Алексей, ваш минус заключается в том, что вы слышите только себя. Дорогой мой, так нельзя жить. Вас устраивает в какой вы ситуации? Моя жизнь, это жизнь героя-мученика, который страдает за... Ой, боже мой, какие он громкие слова подбирает вообще. Он, знаете, вот просто в одну точку рубит, ему что-то там говорят, он такой, это был не я, мне вообще плевать. Я вот считаю себя таким. Алексей, мне интересно услышать от вас, какая для вас идеальная девушка. Просто у вас какой-то непонятный образ, ни мужчины, ни женщины, вы постоянно... А я вообще ничего не понял из этого выпуска, правда. Он просто пришел навести смуту балаган, понимаете? То есть он говорит, вот я сексом не занимался, потом выясняется, что у него есть там какая-то девушка, потом еще что-то, потом еще что-то. Порянно извиваетесь, постоянно... Это просто чувак, который хочет внимания. И он его получил, кстати, эффективно очень. Красавчик. ...на уходите от ответов, либо это образ наигранной, который вы... О, выкупила! ...сейчас плохо демонстрируете нам. Я ни одного ответа не учел. Либо вы действительно закомплексованный мужчина, который не удался просто... Я думаю, это такая у него сублимация. То есть у него явно не очень много женского внимания, возможно, он это пережил, и потом где-то, может, пробомбился в интернете на этот счет, увидел реакцию и такой... На этом можно неплохо так подзаработать, не знаю, похайпить и т.д. и т.п. Высказать какую-то свою позицию, и он начал этим пользоваться. В жизни у него ничего не получилось, из-за этого у него... По меркам общества неудавшийся. И по меркам... Из-за этого у него получается такая ненависть ко всем людям в целом. У меня нет ненависти к людям. Где у меня ненависть к людям? Ненависть ко мне демонстрируется всеми. Я вот вам скажу честно. Я вас уважал бы, если бы. Вот сначала уважал бы. Почему? Потому что я вас вижу деятеля. Я вас вижу, в принципе, борца. Много проблем межгендерных, но есть и другие аспекты. И то, что Алексей, в принципе, этим занялся, ну, в принципе, бы. Честь ему и хвала. Если бы, Алексей, во-первых. Ну, да, такой грязный способ он избрал. Обсирает людей что-то. Ну, настроение импортит. Не все же выкупают эти рофлы. Это, знаете, мы дотеры с нуля лет играем. Там, что-то с нашими мамами делали, с папами и т.д. и т.п. И у тебя уже просто максимальный файер-резист и невосприимчивость к какому-то хейт-спичу в интернете. Ты понимаешь, что это интернет, а многие на себя это все проецируют, как личное оскорбление и обиды, поэтому... Мы не надумали себе эту мученическую трагическую биографию. Ну, я, извините меня, глядя на вас, на здоровенного красавца, не верю, что бабы вам не дают. Алексей, вы могли бы, если вы... Он такой, блин, ну, спасибо. Серьезно, хорошо подходили к вопросу. Ну, смотрите, неверная точка зрения конъюнстуры. Я скажу, я старше вас, и меня, между прочим, 56 лет. Вы твой 41... Я такой, и член у меня стоит, вот так вот. Вы не считаете, жизнь ваша кончена, моя 56 еще не кончена. Поделюсь опытом. Я уверен, что и Алексей так думает. Так вот, пожалуйста, станьте цельным человеком. Возьмите себя в руки. Перестаньте оскорблять других. Перестаньте, это же признак слабости, когда вы оскорбляете. Зачем это? А то, что вы сейчас все берете, все сова и обратно, так это же тоже признак слабости. Вот вам наши ведущие вталкивали эту всю передачу. Тогда герой, так герой. На вашей передаче оскорбляли только меня, вот этот мужчина только меня оскорблял. Алексей, еще раз говорю, вы ведете себя как слабак, ведите себя как мужик, и тогда у вас все будет хорошо. Дело в том, что... А он просто избрал немного другую позицию. Вот у него такой образ в интернете. Возможно, я говорю, в жизни он вообще абсолютно адекватный чувак, с которым, типа, интересно пообщем. Потому что, судя по тому, как он разговаривает, это, типа, очень образованный мужик. И я думаю, он, ну, я уже сто раз это говорил. Виброзы очень часто лежат вытесненные влечения. И если влечения не находят естественной разрядки, а вы говорите, 17 лет у вас этого нет, безусловно... Ну, можно подрочить всегда, если что, просто, ну... У вас есть невроз. Это не страшно, это болезнь, и болезнь лечится. Второй пункт, который бы я хотела вам сказать, и, возможно, он различает вашу парадигму. Ко мне приходит огромное количество людей. Из них 50% женщин, из вот этих 50% женщин, я сейчас говорю цифры, 30% говорят о том, что им мужчины не дают. А почему она у инцелов не просит, я не знаю. Я вам найду количество зашкаливающих инцелов, которые хотят получить от женщин секса, им нет. Мне кажется, это такая, знаешь, какая-то психологический барьер, что им никто не дает. На самом деле, если мы говорим про реальных там инцелов, это какой-то комплекс внутри. То есть они просто садят... Даже если им придет Памел Андерсон, скажет, он, типа, там, бежит в угол и забьется, и будет плакать в итоге. А так, типа, это очень неудобная позиция, говорить о том, что тебе никто не дает. Было бы желание, было бы желание, ребят. Птикующий психотерапевт, приходите ко мне. Я, кстати, подарю вам свою книжку неврозы. У меня, наверное, на ваши услуги не хватит уже денег. Это адский хейт, который происходит в интернете. С этим, я считаю, надо бороться. То, что делаете вы... У меня есть все основания доверять тем скринам, которые были на экране, что вы пишете этим девушкам, как вы их оскорбляете, как вы их унижаете. С этим надо бороться. У нас есть огромное количество методов для того, чтобы это сделать. Если вы считаете, что ваши права нарушены, то добивайтесь того, чтобы ваши права защищались. Если в отношении вас принимаются отрицательные решения, это значит, что органы не видят нарушения в отношении вас прав. Так или иначе... Он сейчас скажет, так органы плохо работают. Иначе в отношении вот всех девушки, которые пришли сюда, которых оскорбляют, обязательно защищайте свои права. Обращайтесь во все возможные и невозможные органы. Я разочарован нашей сегодняшней беседой. Просто очень сильно разочарован. Потому что я подозревал в вас личность, у которой возникли за время жизни убеждения, и которая за эти убеждения пойдет на костер. Что я увидел? Я увидел обиженного мальчика, который никак не может расстаться с пубертовым периодом, который никак не может простить свою мать за то, что он прожил именно такую жизнь, который обиду, нанесенную ему, переносит на всех, не только на женщин, на всех. Простите, пожалуйста, у меня нет ни времени. Как-то резко закончилось. Ну, вот так вот у нас залили ролик. Ну, хотя бы как-то. Если серьезно говорить, я думаю, что у Алексея были действительно какие-то проблемы с женщинами. И он понял, что эти проблемы есть у многих людей. Мужчин, так скажем. По разным абсолютно причинам. У кого-то маленький писюн, кто-то просто, не знаю, закомплексованный, у кого-то повышенная там тревожность, какие-то огромные проблемы. И своими речами он вызывает какой-то резонанс. И он это увидел, ухватился и начал эту тему продвигать, так скажем. И, возможно, за это время он уже там 100 миллионов раз сексом занялся. Но хайпит он на этом жестко, вот. Ну, не знаю. Просто, как по мне, базовый чел, базовый тролль, который использует все ресурсы для того, чтобы пропиариться. Потому что, как сказал Александр Гарьевич, ну, вот типа обычно такие шизы приходят, и они там до последнего стоят на своем. Он будет там, не знаю, рвать и метать, ничего не будет слышать. А ему вообще плевать. Ему говорят, ты писал? Да не я писал, да блядь. Что вы докажите? Мне вообще плевать. Ну, короче, просто максимальный тролляк. Я поржал, я посмеялся. Пишите ваши комментарии, что вы думаете. Я вот увидел как-то так этот выпуск и этого персонажа. Будет интересно почитать. Спасибо огромное за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...